Всем привет, с вами Розе и продолжаем тему конфликты, непонятные ситуации, чсвшные чувачки и всё такое. Не знаю с чего начать, а давайте мы начнём, наверное. Просто тут нежданно трансфер образовался, который уже нету, почти неделю. Случилось очень много всякого, я не ожидал, что этот трансфер будет. И вот как раз с того момента я перестал выпускать там пвп истории, там война с демонами была, явно мэтт вступил. Теперь я сам по себе опять. Короче пойдёт речь, вот он, серьёзный, да? Дарк мод, с вам. Он наверное забыл как он меня оскорблял и что он писал мерчат. Там то что, ну давайте назовём я там слабый игрок, но это я мягко говорю и всё такое там. Интерпретацию, я думаю, вы поняли мою. Что произошло? Примерно где-то, ну больше полмесяца назад я написал Альянсу с Вом, что давайте прекратим войну. Всем отослал письма кланам, написал Лию, там, ну некоторые ребята мне помогли, конечно, решить этот конфликт. Огромное им спасибо, я даже не ожидал, что эти ребята ко мне навстречу, потому что мы, там у нас были перепалки в чате, особенно с одним там человеком. Что я хочу сказать? Ну получается, мы закончили войну и тогда была война демонов против нумед. Ну я решил помочь нумед, как бы демоны щемили нумед, я решил зайти помочь нумед. И это как бы сыграло роль, ну я бы не сказал, что большую, но демоны там за три дня сдались. У демонов был замок, они решили отдать замок Ли, чтобы вступить с вам, прекратить вражду с нумедами. Там отдать день фарма боссов нумедам, очень, я считал, неплохо, была большая дискуссия. Демоны думали сыграть, Кейл лидер нумед Фиори, сыграть на чувствах Фиори, она очень полкаженька. То думали, что когда они вступят в Альянсвом, нумед, начнут лить демонов и Альянсвом, типа, как бы, как же так? Потому что там были словесные перепалки, Фиори очень сильно оскорбляли. Не хотела это простить, как бы, но дядюшка Розе вмешался, там была дискуссия. Ну, я тоже там не очень много решал. Как-то разрулили, договорились. Через два дня этот трансфер. Я хотел по этому поводу вот видео выпустить. Там есть видео ПВП нумед против демонов. Наверное, самое мое любимое видео, то, что там Слипкнот, очень крутая песенка, которая мне нравится. Но дело не в том, то, что мы говорим сейчас вообще о серьезном чуваке, прошло больше полмесяца, он меня очень много раз встречал, не трогал меня, а тут он начал меня лить, чтобы я не пусто словил. Вот он меня вчера слил, сегодня слил. И он аргументирует тем, что у меня был вар со свомами. Давайте начнем с того, что произошло после трансфера, то, что это очень сильно вперед забежал. Произошло после трансфера, к нам на Леону залетели Парадоксы, потом Машина, я так понимаю, это Хрюнион. Вот Шалуны, говорят, вроде с Эрикой они прилетели. Шалуны вообще на последних секундочках залетели на Леону. То, что Алиан Свом не ожидал, что они залетят. Сначала у Шалунов и Свом были какие-то договоренности, они вроде друг друга не лили, а потом что-то не поделили, и Шалуны прокинули вар Свом. Ну, и у Шалунов перевес в толпах по бусту там. Ну, в основном Алиан Свом это ПВЕшники, там есть нормальные ребята, которые воевали. На данный момент Леона это колония большого топсайда, не буду говорить какого, вы сами понимаете, просто, ну, сами додумайте. Леона фармит для топсайда, и там, наверное, какой-то процент, я думаю, замков там, алмазов тоже отсыпают. Ну, один Алиан зачастил на Леону частенько на трансфере. И когда этот Алиан заходит, с ним никто не воюет, не конфликтует, ему отдают все замки, они там как-то делят боссов. И, в целом, это как бы видно, если, ну, сильно не углубляться, так и со стороны все понятно. То бишь, ну, мне все равно, что ПВЕшники фармят там бигсайду, ну, плюс, конечно, им там идут души, красные книги. ПВЕшникам они бустятся за счет этого, ну, и топсайду делают большую услугу. Пойдет не о том, то, что мы подходим к сутям, закончилась война Нумет и Демоны, мир, все хорошо, но никто не ожидал, что на последних секундах шалуны залетят на конце трансфера. То бишь, парадоксы машины улетают, шалуны залетают, я не утверждаю, я предполагаю, что ставят свои правила, которые не нравятся Алианцу с ВОМ. И после того, как вот это, я бы по-другому назвал бы его, ему не дают качаться, его сливают, потому что там очень сильные ребята прилетели, он решает вымещать зло на других. Он там вспоминает старые обидки, что дядюшка Розе там когда-то лил, полмесяца назад ему было все равно, там все пришли к миру, согласию, спокойствию. И тут он вспоминает, но он не понимает одного, дядюшка Розе вступил в старый клан, мир 13, прокинул всем сейвы, он меня слил вчера под сейвом. Сегодня я вышел, я хотел его посливать, но вижу, у шалунов все прекрасно получается, я могу даже не напрягаться, этого человека будут напрягать. И то бишь, я написал Ли, если он меня еще раз сольет, и после того, как он меня третий раз сливает, Ли не кикает его с клана, я опять возвращаю свою ночную жизнь и буду лить Алианцу с ВОМ. Как раньше? Мне нужен был повод, мне серьезный дает этот повод, потому что я хочу ночью играть, но ночью играть скучно, там многим ничего сделать не могу, но я думаю, эта проблемка будет большая. Я буду делать то же самое, что и раньше, как бы крутить алхимочку, играть ночью, ночью прохладненько, все супер. Человек совершил ошибку, вот это, то что оно слило меня под сейвом. Ладно, они меня лили, когда я был антагом, да, я ничего не мог предъявить, но он меня слил вчера под сейвом, то бишь, он не соблюдает правила. Человек вообще не понимает, что такое Lineage 2 Mobile и как в нее играть, он на своей волне, я не хочу обижать его профессию, которой он занимается, потому что людям все равно на законные правила в реале, как я могу докопаться до людей в игре. Посмотрим, что будет дальше, как будет развиваться ситуация, сольет ли меня серьезный, кикнут его с клана, если его кикнут с клана, я думаю, он может вступить в какой-то PvE клан, ну, просто я знаю, что шалуны сливают всех антагом, серьезный, может свой клан прокинет сейвы, типа скажет, что он PvE-шник и типа будет меня гонять, но он меня не будет гонять, потому что я понимаю, почему он бегает, ну там чистит, он, к примеру, там раз в день бегает, чистит споты, потому что у него нет выхода, ему не дают играть, ему не дают стоять на спотах, ему приходится это делать, а когда эта проблема исчезнет, он не будет за мной специально гоняться и сливать меня, потому что человек хитро, как бы, ну вы поняли, очень хитрый, типа когда он меня тогда оскорблял, я все помню, я никого первые две недели не оскорблял, ничего плохого не писал, у меня есть такая книжечка, тетрадь смерти называется, я заношу туда людей, которые оскорбляют мою ридную мову, мой этнос злых людей, которые вообще не понимают таких шовинистов, аморальных уродов, заношу такую книжечку, пускай человек вспомнит, что он мне писал тогда, и я тоже, как бы, могу предъявы очень многие кидать, он меня тоже сливал и очень много раз сливал, вот он как раз зашел, если он меня сейчас сольет, я напишу ли его кикнуть с клана, если не кикнуть, то буду лить с вам, вот такие вот дела, так, ладно, с вами дядюшка Розе, изучайте в реале законы, в игре это такое, тут можно и пошалить, то давайте, до новых встреч, с вами дядюшка Розе.